всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор наше изучение css почти что подошло к концу и я думаю вы уже готовы к такой серьезной вещи как лес лес это препроцессор для css что это означает на практике то что с помощью лес мы можем расширить наш функционал css но так просто стандартно он работать не будет то есть мы создаем файл с расширением лес но для того чтобы его нам подключить нам необходим компилятор для данного типа файлов который будет переводить все обратно в css в чем его преимущество в том что есть больше возможностей возможность использовать переменные примеси комментарии вложенные правила функции операции и некоторые другие вещи поэтому если вы еще не уверены хотите вы пользоваться лес или нет обязательно посмотрите это видео а дальше сами решите вам понравится то будете использовать если нет то в принципе можно пользоваться обычным css 3 вы с помощью него вполне сможете выполнять любые функции давайте сейчас я вам покажу самый простой способ как компилировать лес файлы лес именно компилируются такой вот термин как в программировании давайте напишем koala и зайдем на сайт koala app.com здесь нам предлагают скачать скачиваете для своей версии коала больше не поддерживается но тем не менее скачать ее и пользоваться можно это самый простой вариант для нас сегодня от нас ничего не будет требоваться а дальше когда мы будем изучать и гауп сборщик мы будем уже сами писать вручную файлы конфигурации для того чтобы все это у нас автоматически компилировалось создавались минифицированные версии и так далее но это в видеокурсе по галпу пока что мы изучаем css и затрагиваем немного лес сейчас у нас пройдет загрузка и так у нас осталось буквально пара секунд дожидаемся теперь нажимаем на этот файл запустим его и установим здесь жмем далее выбираем путь ничего особенного вы хотите продолжить до установить ждем завершения установки и так у нас koala установилась жмем галочку старт koala и запускаем сейчас у нас появится программа она предельно проста здесь от нас все что требуется это выбрать наш файл проекта вернее нашу папочку у нас она называется css lesson вот она данная папка в которой мы работаем и нужно эту папку перетащить сюда теперь что нам требуется создать новый файл назовем его main.les отлично и в koal нажмем обновить мы видим main.les теперь давайте я вам покажу какие есть здесь преимущества у лес и сам язык очень простой интуитивно понятный вам не придется слишком долго в него вникать а буквально мгновенно можно сразу же начать писать на лес и сейчас я вам продемонстрирую некоторые возможности и попытаюсь доказать что это действительно очень удобно и намного понятнее чем стандартный css давайте теперь в файле main.les вот здесь вот справа поменяем поставим css для того чтобы у нас здесь все работало и напишем такой вот код я сразу продемонстрирую возможность переменных здесь допустим color1 двоеточие и решетка поставим вот такой вот цвет это у нас переменная теперь смотрите у нас файл main.css создался автоматически вы видите здесь он у нас появился тот который у нас был ранее мы пока что не рассматриваем и вот этот файл у нас пустой давайте я здесь немного уменьшу окно нажму alt shift 2 для того чтобы разделить и main.css я перенесу направо а main.less у нас будет стоять здесь слева чтобы вы сразу видели как у нас автоматически все будет создаваться koala у нас тем временем работает фоновом режиме и она сама компилирует код как только мы его изменяем и сохраняем файл также смотрите в индекс html нам нужно подключить уже новый файл main.css он у нас просто лежит в корне значит мы убираем папку style вы видите сейчас у нас что произошло давайте отсюда вот этот вот код я сейчас скопирую папку style я полностью удалю чтобы вы не думали что она здесь имеет какое-то дело она абсолютно не причастна здесь и смотрите сейчас я его пока что вставляю сюда нажимаю сохранить у нас в css появляется весь вот этот код кроме верхней строки и у нас все это сразу же работает но в чем отличие спросите вы а сейчас я вам покажу смотрите например мы уже создали заранее переменную вот этот цвет мы можем указать сюда в эту переменную а вот здесь мы можем просто написать color 1 сохраняем в css у нас не произошло никаких изменений но в лес у нас намного проще и понятнее теперь с помощью переменной мы можем использовать данный код зачем это нужно если вы совершенно не знакомы с программированием то сейчас я вам покажу на примере мы можем здесь давайте создадим div с классом p и напишем там lorem 15 например теперь я вам покажу если мы создаем для тега p какие-либо свойства мы можем background указать опять color 1 и использовать его в любом удобном для нас месте вы видите как у нас здесь в коде появился стиль и переменная автоматически заменилась на такой вот код переменные можно использовать любые например указывать в них пиксели и любые другие значения и теперь если мы вот здесь в пэдинге укажем собака пэдинг вы видите что у нас здесь подставляются значения из этой переменной согласитесь это действительно удобно так как у нас одинаковые куски кода могут встречаться во многих местах мы можем просто заранее их подготовить переменных и дальше их подключать если мы захотим что-то изменить мы просто меняем вот здесь наверху этот цвет например как-то его чуть-чуть поменяли и у нас все само автоматически перекомпилировалось и в css у нас цвет поменялся уже вы видите и здесь и здесь вот такая вот возможность применения переменных давайте перейдем дальше дальше у нас идут примеси что такое примеси мы можем взять и создать здесь какой-то класс например так и назовем его класс здесь укажем для него margin давайте margin left поставим 50 font size 20 и font weight bold сохраним пока что у нас этот класс нигде не используется но если мы вот здесь в теге p напишем точка класс таким вот образом смотрите что у нас получится у нас все эти свойства перешли сюда в тег p вот они у нас все три появились а дальше у нас идут все остальные свойства которые мы писали дальше и таким образом мы можем писать любое количество повторяющихся тегов и подключать их в другие свойства для того чтобы сократить наш код не дублировать одновременно одинаковые куски кода вот этот код например он может быть здесь он может быть здесь здесь а вместо этого мы просто записывшим такое вот выражение и он у нас автоматически сам везде появится вы видите это у нас были примеси мы сейчас их рассмотрели таким вот образом мы можем их использовать давайте дальше посмотрим комментарии в принципе здесь все у нас просто мы можем использовать многострочный комментарий писать здесь какой-либо текст и однострочный комментарий работает это вот таким вот образом дальше у нас вложенность давайте рассмотрим на примере сейчас я вот здесь в html файле создам такую структуру решетка header внутри будет h1 рядом с h1 тег p внутри тега p тег а создали вот такую вот структуру и давайте сейчас я здесь напишу еще немного текста у нас по ее получается вот такая вот схема теперь сейчас я вот это вот удалю и смотрите что мы можем делать мы как обычно пишем решетка header и начинаем здесь писать какие-либо стиле например укажем color белый background коричневый дальше у нас в теге header есть тег h1 мы хотим сразу же его редактировать и мы пишем вот так вот h1 открываем скобки и пишем дальше продолжаем писать font-size например такой-то font-weight-bolt давайте сохраним и взглянем что у нас получилось на данном этапе на данном этапе у нас получилась вот такая вот структура кода а в файле css вы видите у нас этот код разделился на два селектора header и header h1 давайте продолжим делать нашу вложенность дальше мы пишем для p p у нас находится на таком же уровне как h1 мы напишем здесь font-size 12 дальше у нас внутри p есть тег a укажем здесь a text-decoration none и теперь мы хотим сделать для a при наведении поменять цвет как нам это сделать есть специальный такой вот оператор ampersand ставим двоеточие и пишем hover вот с помощью такого вот вида мы можем написать hover для a то есть вы заметите мы пишем это внутри тега a но конечно же мы могли это не писать а написать вот здесь например а двоеточие hover и это точно так же работало бы но так как есть у нас специальные конструкции будем использовать именно их пишем таким вот образом color и давайте сделаем green и в принципе на этом сохраним наш документ и смотрите что у нас получается у нас получилось вот такое вот количество кода из этого всего вся эта вложенность наша интуитивно просто понятно заметьте мы писали тег как он есть внутри header h1 так и писали потом тег p внутри тега p тег a мы его вкладывали внутрь и так далее эту всю вложенность можно делать вот таким вот образом очень просто а в итоге в css файле у нас получается вот такая вот стандартная знакомая уже нам схема из селекторов вложенные селекторы p a двоеточие hover и так далее и все эти стили у нас применяются и конечно же на результате мы видим именно то что нам и требовалось это вложенные правила я думаю вы сейчас увидев на примере и сами попробовав пару раз уже поймете как это делается здесь все очень просто открываете скобки вложенные и продолжаете писать если у вас начинается какой-то новый блок пишите уже внутри него и так далее а сама koala уже нам это все компилирует есть конечно же много других вариантов это компилировать но я показываю вам самый простой заметьте от нас ничего не требуется у нас koala просто стоит открытая с нашей папкой и она автоматически все преобразует это у нас вложенность кода была сейчас перейдем к последнему это функции и операции на лес и сейчас я вам покажу на примере смотрите если мы создадим переменные а мы их можем создавать в любом месте не обязательно в начале пусть будет переменная border один пиксель переменная color решетка один 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 и переменная red будет равна такому цвету дальше мы сделаем такое вот действие опять продолжим для нашего хедера сейчас он у нас переопределить все что вы писали выше так что не страшно весь код сверху я удалять не буду чтобы вы смогли его видеть в любой момент и смотрите что мы здесь пишем мы пишем color ставим двоеточие нашу переменную color мы можем умножить на 3 у нас заметьте довольно просто понять что если 3 единицы умножить на 3 получится 3 тройки но здесь их 6 так как это полная версия из 6 символов также здесь в лес у нас работают любые операторы то есть плюс умножить минус разделить мы можем их делить на числа либо же складывать с другими например значениями вот таким вот образом и если все это в 16-ти ричном калькуляторе прибавить вот этот код к вот этому то вы убедитесь что у нас действительно получится вот такой результат и это можно конечно же применять например на кнопки когда вы при наведении не меняете полностью цвет кнопки а просто делаете его чуть чуть темнее или чуть чуть светлее также смотрите дальше с операторами мы разобрались то есть можно прибавлять вычитать умножать и делить любые значения пиксели цвет проценты и тому подобные значения посмотрим функцию сделаем border color и укажем вот такую вот функцию это функция desaturate в круглых скобках мы пишем здесь наш цвет red через запятую мы указываем 10% и смотрите как у нас отработала данная функция она наш цвет red изначально он был такой превратила с помощью вот этой вот функции в вот такой вот цвет сейчас я не буду подробно останавливаться на функции рассказывать про другие функции вы же их можете на официальном сайте лс посмотреть все изучить либо же постепенно будете по мере необходимости их изучать не обязательно все сразу начинать учить так как это может быть немного трудно для начала но заметьте какие у нас здесь функции сразу же открываются широкий набор дополнительных возможностей которых в стандартном css нету и таким образом мы рассмотрели сейчас преимущества лес я показал вам их на примере вы увидели все результаты сразу же в прямом эфире здесь справа работала для нас программа koala и компилировала код сразу же как только мы его сохраняли поэтому если вам понравилась возможность языка лес пользуйтесь им здесь все довольно просто подробнее документацию вы можете почитать на официальном сайте если есть какие то вопросы пишите в комментарии я буду отвечать на ваши вопросы и будем вместе разбираться подписывайтесь на канал и ставьте лайки для того чтобы поддержать развитие канала и до скорых встреч в следующих видео уроках